Всем привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Думаю, что название видео я вас немного заинтриговала. Речь сегодня пойдет о том, как же у нас происходили кошачьи роды. Сначала немного предыстории. Если вы уже в курсе событий, то можете немножко перемотать видео на самое интересное. Но для тех, кто недавно ко мне присоединился, кто новенький на моем канале и еще не все знает, для вас небольшая предыстория. Итак, давайте начнем. Где-то в прошлом году, летом, мы с Алиской уже который год на дачу ездим. То есть, мы поехали на дачу и у нее началась течка. И, соответственно, все местные коты, они же чувствуют все это. И вот вокруг нашего участка толпами ходили эти коты. Разные. И полосатые, и серые, и черные, и бурмалиновые. Вот. И один рыжий приходил. Мы сначала не знали, чей это кот. Вот. Но он нам понравился. Такой мордастенький, толстенький, ухоженный. Вот. И тут у нас как бы зародилась мысль. Они завестили нам котяток. Ну, как-то кто-то нам посоветовал, что кошка должна хотя бы раз родить. Вот. И, в общем, затеяли мы всю эту аферу. 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 Вот. В общем, ходил-ходил к нам этот котик рыжий. И видно, что Алиса ему понравилась. То есть, они друг за другом наблюдали. Она у нас на природу не выходит. И я ее не выпускаю, поскольку она, ну, домашняя кошка. И, несмотря на то, что мы с ней капаемся, ну, я ее капаю, да, перед выездом на природу. Несмотря на это, все равно я ее не выпускаю, потому что на даче очень много каких-то диких, совершенно необузданных кошек, которые неадекватно себя ведут. Вот. А я за нее переживаю. И поэтому, как бы, я ее, ну, свободное плавание, я ее не выпускаю, но мы с ней иногда гуляем на шлейке. Вот. И, в общем-то, она в основном сидит на подоконнике, греется на солнышке. И вот в такие дни она встретилась взглядом с этим котом. И они друг другу понравились, я думаю. Потому что они довольно часто просто сидели и смотрели друг на друга. Вот. И, в общем-то, мы решили, что хороший котик получится в качестве папы. Вот. Стали, в общем, узнавать, чей это кот. И выяснилось, что это кот наших соседей. Причем не только по участку, но и мы живем в одном доме. Только в разных подъездах. Вот. И, в общем, спланировали мы. Сначала они были против соседей вообще, ну, как-то эту тему заводить. Очень долго тянули. Очень долго как-то они не хотели идти на компромисс, нам навстречу. Вот. Но потом согласились. И с условием, что одного котенка, одну кошечку, они возьмут себе. Где-то в декабре мы уже стали планировать, чтобы ее, Алиску, туда спровадить. Ну, как бы положено, что девочку нужно отправлять свататься, а не наоборот мальчика. Потому что мальчик все-таки он, как бы, там хозяин. Он на своей территории, а здесь бы ничего не получилось. Вот. И 10 декабря мы ее отправили в гости на 2 дня. Вот. И, в общем-то, уже где-то 12, по-моему, мы ее забрали. Ну, и судя по тому, как хозяева кота наблюдали за всем происходящим, в общем-то, у них случилась любовь. Вот. И, в общем, по всем нашим подсчетам, а именно это 9 недель, такой интересный счет у людей 9 месяцев, а у кошек 9 недель. Вот. В общем, по всем нашим подсчетам она должна была родить где-то с 10 по 13 февраля. То есть мы так посчитали, что где-то 10 либо 12 февраля она должна родить. Вот. Но, значит, прошел этот период, но она как-то не рожает. В общем, 12 числа уже вот я вся на нервах хожу, а она все не рожает. Вот. Она очень веселенькая была, когда была беременная, такой колобочек толстенький на коротких ножках, очень смешная. К сожалению, как-то мне не удавалось ее все время заснять. Она очень активно бегала везде и всюду, и нет, чтобы вот полежать клубочком, свернуться. Как-то у нее была активная жизнь во время беременности. Вот. И, в общем, уже 12 число, я вся на нервах, она не рожает. Вот. Я не знаю, как бы, что делать. То есть, ну, ждать, естественно, а что еще. В общем, ждали мы, ждали дальше. Дальше, естественно, домик она себе как бы место подыскивала. То есть, примерно, наверное, с января она уже начинала где-то лазить, искать себе место, где бы ей родить. Вот. И мы подготовили ей огромную коробку. Там я постелила теплое одеяло шерстяное, чтобы котятам было не холодно спать. И плюс эта коробка стояла не на полу, а на таком возвышении, как бы на пуфике. На кресле. Вот. Ну и, значит, я там вырезала отверстие, чтобы она туда спокойно могла залезать и вылезать, чтобы не прыгать ей. Вот. И, в общем-то, как бы место было подготовлено. Уже все вот, все было готово для того, чтобы она пришла и рожала. Значит, но 13-го числа тоже было как бы видно, что она беспокоится, она ищет место, но она еще не была готова к этому. Вот. И 14-го февраля я сидела за компьютером, монтировала какой-то влог. И тут, в общем, где-то, по-моему, часов в 11 утра у нее начались роты. То есть она совсем начала вот просто ходить кругами на одном месте, шебуршиться-шебуршиться. И в итоге она села на ковер и просто на ковре буквально родила первого котенка. Вот. После чего я, собственно, одела перчатки медицинские и уже перенесла и ее, и котенка в коробку, чтобы она все-таки все свои дела делала в коробке. Рожала в коробке, чтобы никуда из этой коробки не уходила, чтобы она знала, как бы, что это ее место, и вот что это для нее специально сделано для нее и для маленьких котяток. Вот. И, в общем-то, процесс пошел сам с собой после первого котенка. И давайте же на этот процесс посмотрим. Сейчас будет несколько видео с момента рождения первого котенка и практически по сей день. Привет всем! Вот так, друзья мои, у нас родился первый котенок. Алиска, правда, совершенно не поняла, что произошло. Вот такой он маленький, слава богу. Она его сейчас облизывает. Изначально она вообще не поняла, что произошло и что это такое вывалилось. Вот. Я его надела перчатку медицинскую и подсоединила его к соску, и она начала его облизывать, слава богу. Но это явно не единственный котенок. То есть она должна еще родить. Но она пока на передышке, что ли. Так что увидимся на следующих котятах. Смотрите на эту блаженную моську. У нас уже два котенка. Но Алиска совершенно не понимает, что с ними делать. Вот. Они сейчас там посасывают сиську. Я их прикрыла, потому что дует от балкона. И они довольно холодные. А она ничего не делает. Вот. Она еще там довольно полненькая. Так что смотрим, ждем, что будет дальше. Что хочу сказать, дорогие мои. Сейчас резкость наведется. Можете нас поздравить. У нас уже пять котят. И, наконец-то, у Алиски проснулась материнская ответственность. Она их лижет. И всячески... Всячески как-то вокруг них суетится, обнимает, вылизывает. Я извиняюсь за качество, потому что в коробке они и солнышко село. Ну, я потом еще поснимаю, когда она их как бы вылежет. Они чуть подсохнут уже. Не будем их беспокоить. Привет, друзья! В итоге у нас родилось шесть котят. Вот. А уже прошла ночь. Алиска с ними спала. Конечно, не обошлось без казусов. Вот. И, в общем, вот так они постоянно лежат. Я принесла ей поближе мисочки. И ест она практически каждые три-четыре часа. И снова залезает туда. И у них кормежка вот такая вот. Вот. Но она уже себя ощущает мамкой, так что без проблем. Вот. То есть у нее полная материнская ответственность проснулась. Вот. И что прикольное, Алиска совершенно не против, что я как бы тут рядом, что я снимаю, что я рядом с котятами. Я и ее трогаю, и котят тоже могу потрогать. Алиска мне не запрещает. Вот. И я ее хвалю. Говорю, молодец, моя котейка. Моя мать героиня маленькая. Сама тоже еще девчонка маленькая. Чего ей двух лет еще нету. Ну, уже мамкой стала. Такая многоодетная мать. Молодец, Алис. Молодец. Ну вот, не будем беспокоить. Пусть едят, пусть спят. Вот. И так вот они выглядят, и нам уже сутки. Увидимся в следующих видео. Так, четкость. Привет, друзья. У нас сегодня ровно неделя. И вот такие маленькие хрюшки уже тут подросшие. Извиняюсь за освещение. Все-таки им нужно быть в темноте. Ну вот. Вот такие хрюшки. Розовые носы. Лапки симпатяшки. Это нам сегодня ровно неделя. Вот. И пока Алиска тут отвернулась. И вроде как ест. Я хотела вам показать, как подросли малыши. Вот. Вы видите, что четверо темненьких и двое светленьких. Но они, в принципе, все немножко отличаются друг от друга по цвету. Это будет в дальнейшем видно. Два из них чисто рыжие и четыре из них пестрые, как Алиска. Но при этом четыре из них темные и два светленьких. Вот. В общем, вот такие малыши. И увидимся, наверное, еще через неделю. Смотрите, что у нас тут происходит. Сегодня нам уже две недели. И один самый резвый котенок уже учится ходить. А Алиска его оберегает. Остальные еще не вылезают, а он вот вылез. Ну, как вылез. Он уже практически вылез, а я ему помогла вылезти. И она разрешает мне их трогать. Что вообще удивительно. Так, так, так. Такое нельзя есть. Нельзя есть такое. Ходить можно. Есть такое нельзя. Остальные тоже пищат, хотят наружу. Так, Алиска, ты что? Так, ну вот, ребятки. Нам уже две недели. Это все шестеро. Как мы недавно выяснили, здесь три девочки и три мальчика. Вот. Такие вот малыши. Давай, Алис, прыгай. Угу. Все уже учатся ходить, и она за всеми пытается присмотреть. Такая орала. Все на месте, Алис. Вот так вот, в общем. Развиваются, кстати, они гораздо быстрее, чем я читала. То есть, вот, вторая неделя, они уже все пооткрывали глаза, и все пытаются ходить. Вот. И, в принципе, я так думаю, когда уже начнут вот так вот копошиться и лазить везде, то, значит, все, они разбегутся по квартире. И дальше я не знаю, что делать. С коробкой было проще. Вот. Да, вот она, мамка. В общем, разбегутся по квартире, и что? Ну, как бы, маленький туалет. Я поняла, что, ну, отдельно надо приучивать. А вот, что с питанием? Вот, в общем, не знаю, что... Как дальше пойдет. Ну, ладно, не будем смущать. Так, никто тут и не смущается. Алиска вовсе ушла. В общем, вот такая мелкотня. И все уже ходят. Причем, по-моему, вот этот самый резвый, он уже выходил на свободу. Или нет, этот был не он. По-моему, он. В общем, я немножко в них запуталась. Эта девочка. А вот этот мальчик темненький. Вот. Ну, в общем, такая орава. Веселимся каждый день. Вот. Здесь был выход. Как вы помните, может быть, видели. Здесь вырезана часть коробки. И здесь лежал такое же одеяло. Но я вот загородила кусочком доски, чтобы они не выбирались. Потому что они все-таки выбираются уже. Мне кажется, если они захотят вылезти, они вылезут сверху. Как бы нету нужды, наверное, лишний раз переживать. То есть они научатся здесь бегать. Просто мне кажется, не очень сейчас удобно, чтобы они бегали по квартире. Еще потеряются, а Алиска за всеми не усмотрит. Пусть они здесь научатся более-менее бегать, а потом она их будет по квартире собирать. Вот. И потом уже, в принципе, их начнут выбирать. Так что... Начнут выбирать и забирать. Так что вот так вот. Девчушки такие миленькие. Вот они прям три. Темненькая, светленькая и вот эта вот. Вот эта, которая лежит, прям Алиска вылетая. Она и ноги так же вытягивает, как Алиска. И валяется, и вся из себя такая прям. Ну, где фокус? И вся такая же, как Алиска прям. Один в один. Вот, куча. Куча котят. Ну, что с фокусом? Алло. Ну, ладно. Вот такая кучка. Посмотрим, что дальше будет. Друзья мои, всех приветствую. Сейчас фокус появится. Вот наши котятки. И нам уже сколько? Три недели. Они вовсю бегают, мяукают. Правда, не все. Некоторые молчаливые. Вот. Внешне их тоже можно отличить. Мальчики покрупнее, девочки помельче. Вот. И, в принципе, по половым признакам тоже уже отлично отличаются. Почему-то фокус скачет. Вот. В общем, такие уже огромные котятки. Которые активно... Сейчас у них сонные. Такой сонная минутка. А так они активно бегают по этой коробке по периметру. Вот. Двое спят отдельно. Вот. Активно бегают. Пытаются вылезти из коробки. Хватаются за край. Но Алиска их контролирует и лапой обратно пихает. Рано еще. Вообще, мы выпускали уже пару котят побегать. Ну, по одному. И Алиска очень переживает за них. Прям вот трясется. И лапкой как бы ограждает, чтобы далеко не убегали. Вот. Такая мелочевка. Уже... Так. Все время фокус сбивается. Уже двух котят забронировали. Двух девочек. Ну, пока как бы одну точно забронировали. А одна еще под вопросом. То есть, одну полосатенькую девочку заберут. А остается две. Вот. Гладкая. Гладкого цвета. Вот. Которая в уголке. И полосатая. И из них будет человек выбирать. Вот. А так, в принципе, остальные котят пока свободны. Вот. У нас, как я уже, наверное, говорила в предыдущих видео, получилось три мальчика и три девочки. Причем, значит, два мальчика полосатые, две девочки полосатые. И один мальчик гладкого цвета, коричневого. И одна девочка такая же. Вот. В общем, такая милота. Увидимся. Еще через недельку дерутся. Ну, вот. В общем, вот так вот валяются туда-сюда. Носатся вот такие котейки. И так, привет, друзья. Как вы видите, вольер для котят выглядит уже иначе. Вчера я ночью занялась этим вопросом. И после чего у меня были проблемы со сном. Но это не важно. Об этом я потом расскажу. В общем, я воодушевилась, вдохновилась. И вот такой вольерчик у нас получился. У нас стояли просто были такие картонки. Из-под сборки шкафа какого-то. И вот они остались. И вот такой вольер я сделала. Теперь им есть где побегать. А так как их шесть, вы скажете, ну почему не выпустить просто в квартиру? Во-первых, у нас очень много вещей. Из-за ремонта, ну, во-вторых, посадка мебели низкая. Котята могут залезть под диван. И потом кто их оттуда вытаскивает будет. Я из-за этого очень переживала. Вот. Вот сейчас некоторые на кормёжке, а кто-то не хочет есть. Алиска всё, все одеялки взбудоражила. То, что играла с ними. Машинку я здесь поставила. Швейная машинка, чтобы Алиска могла, ну, выпрыгнуть. Потому что вдруг вот эти стенки она покорёжит. И они упадут все туда внутрь. В общем, тоже надо сейчас закрепить. Потому что сейчас временно я закрепила скотчем, но они не держатся. И я хочу шуруповёртом вкрутить пару винтиков по уголкам. Просто, чтобы конструкция ни туда, ни сюда не распалась. Вот. В общем, вот так они обитают сейчас. И что ещё хотела сказать. Почему вольер? Потому что не только потому, что я переживаю, что они куда-то залезут. А ещё потому, что мы уже выпускали побегать одного котёнка. И сразу двух котят. И трёх. И Алиска, она не справляется. Она начинает крутиться, вертеться. Она не понимает, за каким котёнком важнее присматривать. А тут как бы получается ограждённая территория. И она всех видит. И за всеми контроль ведёт. Вот. Несмотря на то, что она их кормит. Мы сейчас стараемся перевести их уже на отдельное питание. Вот. И, кстати, вольер я ещё с той целью сделала. Что если они будут уже как бы испражняться. То есть поставлю им лоток. И чтобы они уже к лотку приучались. Вот. Они сейчас пока... Вот тут двое почему-то сидят. Они сейчас пока, не знаю, как-то в туалет не ходят. Или Алиска всё за ними подчищает. В общем, я не знаю. Это Алискино место, где она раньше спала. И котятки этой ночью спали в этом домике. Все вместе. Вот. Что ещё рассказать. Итак, друзья, у меня села батарейка. Так, на чём я остановилась. Иногда Алиска использует швейную машинку как командный пункт. Она выседает наверху. И как бы наблюдает за всеми котятами, что они делают. И также она здесь для того, чтобы ей было легче выпрыгнуть. Чтобы она не попортила вообще всю эту конструкцию. Вот. И несмотря на то, что снаружи я немножко вот так вот обставила всякой мебелью. Не смотрите, что тут много вещей в комнате. Это как бы такое место, куда мы складируем лишние вещи. И поскольку здесь всё равно идёт ремонт. В этой комнате. Вот. В общем, котята уже бегают вовсю. То есть они рады такому пространству. Вот. И в общем-то, их всё вполне устраивает. И, кстати, забыла сказать. Сегодня 14 марта. Ровно месяц с котятом. Вот так они выглядят. И вот такой большой у них вольер. Теперь. Вот они завтракают. Вот. Ну, там трое едят. Трое в домике. Одна вон та уходит. В общем, раздоли теперь котятам. Все довольны, все счастливы. Увидимся в следующем включении. Покажу вам, как они подрастут. И приучатся ли к самостоятельной еде отдельной. А, кстати, то, что мы даём им... Вот тут у них мисочка стоит, вот беленькая. Я даю им творог. Пыталась приучить. Но мальчишки, в принципе, уже едят вовсю еду полноценную. То есть то, что ест Алиска, только для маленьких котят. А девчонки, они категорически не хотят такое есть. Вот. И девчонок мы кормим творогом, а потом уже плавно переведём на корм консервированный для котят. Вот. Так что увидимся во следующих включениях. Пока-пока. Вы поглядите на эти моськи. И кто-то спит в туалете. Наверное, это прикольно. Вот. Сколько нам уже... Я уже запуталась. Месяц и одна неделя, походу. А это... Они едят уже корм вовсю. Но я его мну этим самым. Он одна в углу спит. Вилочкой. Алиска им помогает доедать. Своё не ест, а вот котятки наезд. Ну, ладно. Полбеды. Вот. В принципе, уже огромные. Уже бегают вовсю. Если раньше можно было наблюдать, как они еле-еле встают на ноги, пытаются что-то как-то двигаться. Задние лапки еще слабые, передние еще слабее. Вот. Но сейчас уже вовсю все бегают, дерутся, лазают везде. Вот. В общем... Вот этот хулиган с полоской на лбу. Мне всю ногу расцарапал. Потом покажу вам как-нибудь во влогах. В обычных. И... Как-то меня за нос хватило. Тоже царапнул. Но изнутри, снаружи не видно. За нос меня уже второй раз хватает. Первый раз Алиска. Вот. В общем... Вот такая идиллия. И это вообще... Если помните, это такой домик с крышей. Алиска в нем спала. Но вот малышня почему-то продавила крышу. Им так удобнее. Вроде как сверху воздуха побольше. А снизу тепло. Вот. Вот дипоширы. Чем удовольствие спать в туалете? Вот интересно. Напихались туда втроем. Одна девчонка отдельно. Не знаю, чего ее бросили. Выгнали. Такая моська. Одна, кстати, уже можно по характеру различать. Вот эта вот девочка коричневая длинная. Прям Алиска выльтая. Она такая, наверное, хитренькая. Если что-то не по ней, она начинает кричать. Я ее Пискля зову. Потому что она чуть что, она начинает пищать. Ну, мяукать, пищать. И вот эта прям... Такая, ну, вот прям вылитая Алиска. С характером такая девка. А этот, видите, прикольный. У него ноги белые, а пятки рыжие. Вот, в общем, вот такая идиллия. Не буду мешать, а то и батарейка садится. Подрастаем. Кстати, получается очень интересный такой набор видео. Как бы от рождения и к взрослению. И вот очень интересно посмотреть, собрать все вместе и посмотреть, как они развивались. Я каждую неделю снимаю по чуть-чуть. И вот они уже такие огромные выросли. Уже бегают вовсю. Так здорово наблюдать за развитием малышей. Ну, все. Надо отгонять Алиску, а то она все съест опять. Все. Увидимся в следующем включении еще через неделю. Пока-пока. Привет, друзья. Решила вот заснять их, потому что не знаю, когда еще удастся их всех поймать воедино. Одна вон там с мамкой отдыхает. Остальные проголодались, едят. Набросились вон целой кучкой. Моськи. В общем, что хотела рассказать, что последние недели мы вместе. То есть они все вместе. Последние недели в воскресенье одного уже забирают. И, может быть, на следующей неделе или в эти выходные, точно не знаю, может быть, еще одного заберут. Вот. Так что решила просто снять их все вместе. Потому что они уже носятся по комнате. И застать их всех в одной куче довольно сложно. Вот. И, в общем-то, так в общих чертах хотела рассказать, что вот та девчонка мелкая, рыжая. Она такая самая маленькая. Она практически никогда со всеми вместе не ест. Вот. Вот эти два хулигана. Белолобик с полоской и рыжая девчонка, которая прям вот вылитая алиска, только без полосок. Прям такой же характер. Вот одно лицо, только без полосок. А вот эти двое, девочка и мальчик с белыми лапками. А этот кремовый мальчик самый крупный. А вот эти два хулигана. Да-да. И ты тоже. Вот. Вот эти два хулигана, они все время подбивают вот этого толстяка тоже хулиганить. А все остальные, они подтягиваются уже до кучи, когда смотрят, что самый главный вот этот толстый. Он хулиганит, значит и всем остальным тоже можно хулиганить. Вот. У Алиски материнский инстинкт поздновато проснулся уже, когда дети выросли. Забавно на нее смотреть, как она за ними бегает, переживает, что они куда-то залезли, не туда, там свалятся и еще что-то. Когда уже дети-то большие, чего тут переживать. Вот. В общем, последние кадры, когда они все вместе и потихонечку уже забирать начинают. Вот. Вообще, те, кто в эти выходные заберут, они пока точно не знают кого. Они хотели девочку, но когда увидели фотографии, им понравился вот этот хулиганистый белолобик. Вот. Так что они пока не могут решить. Они, кто заберет одного, они в это воскресенье заберут котят на фотосессию. Так что у меня будут офигенские фотографии с котятами, я надеюсь. Ну и плюс одного котенка заберут. Вот. Так что они уже доедают и разбегаются. Вот. Моськи. Уже вся кучка к маме побежала. Вот. В общем, увидимся, наверное, в следующем включении. Уже когда их станет меньше. Но, думаю, будет интересно тоже посмотреть, как они подрастут. Уже такие солидные котятки будут. В принципе, уже по видео видно, когда я их снимала, они родились в маленькие клубочки и сейчас. Ну вот, один еще ест, остальные уже с мамкой. Все, вот. И он ползет, ползет. Вот. Вся компания в сборе. Ой, друзья. Вы посмотрите, какую стану натворили. Три маленьких котенка сегодня ночью. Помните, я вам снимала видео о комнатных растениях, которые у нас были. Вот. Запомните это видео, потому что... Вот и все. Все комнатные растения полетели сегодня ночью на пол. Сейчас все едят тут вчетвером с Алиской вместе. Пришла вот эту рыжую поснимать. Рыжего. Вроде как, не знаю. Короче, мы запутались тут. С половыми функциями. Потому что вроде изначально вот этот беленький был мужчиной, мальчиком. Теперь выясняется, что он вроде бы девочка. А вот этот наоборот. Вроде был девочкой, а теперь вроде мальчик. Ну, не знаю, короче, я не могу определить. Как-то это странно. Потому что изначально все-таки я с уверенностью говорила, что это мальчик. А теперь вот он ведет себя по-другому как-то, как девочка. И по всем половым признакам он девочка. Короче, я запуталась. Вот. Смотрите. Кто это у нас тут греется? Не видно, наверное, нифига. Алиска греется на солнышке. Косица недоверчива. Да. Чего это такое? Кто это меня снимает? Вообще, кто такие? Чего надо? Чего вы меня беспокоите? Алис. Пятка. Пятка рыжая. Кусяй, кусяй. Пойдем, Алис. Скотят, а вот. Пойдем, Алис. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...